Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Кирилл Попов Здравствуйте! Севастополь бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом и смертности от последствий COVID-19. За последние сутки умерли 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет. 328 севастопольцев заразились коронавирусом. 100 пациентов выписали после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в нашем городе COVID-19 заразились 36 975 человек. 31 576 пациентов выздоровели, 1269 умерли. Под наблюдением находятся 1393 севастопольца, контактировавших с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Компания по вакцинации против коронавируса продолжается. На утро 25 октября первую прививку от коронавируса сделали 164 805 человек. Второй этап вакцинации прошли 144 695 жителей региона. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты развернуты на площади Нахимова, площади Захарова, в торговых центрах Муссон, Апельсин и Симол. Забитые источающие смрад мусоропроводы и нашествия крыс. С такими трудностями пришлось столкнуться с жителем дома номер 240 по проспекту генерала Острякова. Как рассказывают граждане, вывоз отходов в их дворине осуществляется уже несколько дней, а услугу по уборке, за которую люди платят, им приходится оказывать себя самостоятельно. В надежде обратить внимание на проблему, жильцы обратились в редакцию телеканала НТС. Кот Василий стал последней линией обороны от нашествия вредителей. Раньше разбираться с крысами людям помогали и другие усаты, однако многие из них либо умерли от старости, либо разбежались. У нас кошки были хорошие крысы ловки, ловили лет 20 назад. Вы знаете, прям в подъезд заносили крыс. Теперь остался только Василий. Светлана Михайловна, да, она это кормила, ее муж, царство ему небесное, кормил кошку. Она ему под порог приносила, крыс принесет, мышку принесет ему под порог. А потом у нас их не стало. Теперь бой с грызунами местным жителям приходится принимать в одиночку. Но в нынешних условиях преимущество не на стороне людей. В доме на уровне фундамента много открытых щелей и дыр, куда чуть что крыс избегают от своих преследователей. Да и кормовая база для размножения у них здесь подходящая. Мусоропровод каждого подъезда полон разлагающихся и пахучих отходов, которых с каждым днем становится все больше. Конечно, неприятно, когда к тебе крыса, и она может куда-нибудь еще залезть. Это же невозможно так. Мы же за это платим деньги. В подъезд нельзя войти. Ужасный запах. Мы решили провести своего рода эксперимент и самостоятельно обнаружить грызунов, которые обитают здесь в мусоропроводе. Для этого нам местные жители выдали специальный инвентарь, который мы, собственно говоря, сейчас и попытаемся разбудить хвостатых и попытаться выдать себя. Так, свалка мусора здесь уже довольно серьезная. Так, пока обитателей здесь не видно. Но вот можно сразу обратить внимание, сколько здесь мух, грязи пахнет здесь соответствующе. И, судя по всему, не убирали здесь очень и очень давно. Говорят местные жители, что видели в последний раз грызунов здесь буквально вчера, но сейчас их распугали. То есть, буквально каждый вечер они даже покидают это жилище, после чего направляются в сам двор. Здесь пока их не видно, но если они покажутся, мы сразу же их поймаем в объектив наших телекамер. Люди возмущены, почему отловом грызунов и вывозом мусора со двора должны заниматься местные жители телевидения, а не управляющая компания, которая как раз и должна следить за санитарным состоянием территории. Я хотела дополнить, что мы платим деньги ежемесячно. Я лично плачу 650 рублей за текущий ремонт. А нам что делают за эти деньги? Абсолютно ничего. Мы подъезды убираем сами. Моем, убираем, красим, белим, что можем, делаем. Вот все годы эти. Ничего нам вообще не делали. Уже начинает забиваться с девятого этажа мусор. Почти не все проходит. Мы палками пробиваем. В нашем подъезде открыли, выскакивают вот две такие здоровенные крысы. Они же и пойдут по квартирам. Дышать испарениями от накопившегося мусора приходится в том числе людям, которые не так давно переболели коронавирусом. О проблеме неоднократно сообщали в управляющую компанию. Но все безрезультатно, рассказывают жильцы. Севастопольцы в такой ситуации чувствуют себя брошенными с накопившимися проблемами один на один. В подъезде уже стоит запах. Уже в дом все это идет. Дети маленькие. Помимо того, я уже несколько раз добивалась, что у нас в подъезде капитальный ремонт сделали своими силами. Пыталась там сама красить, чтобы хоть детям не было ходить. Вот. Ну, ужасный подъезд. Боятся люди по нему ходить. Ситуация несколько лучше с обратной стороны дома. Но, опять же, лишь благодаря активной гражданской оппозиции жильцов. Если не заниматься, мы будем жить в мусоре. Просто сверху донизу. Хотелось бы все-таки уточнить данный момент, когда это будет решена проблема. И все-таки лично попрощила бы городское хозяйство наше заняться данным вопросом. Потому что не раз было сделано и обращение по другим вопросам. Хочется все-таки, чтобы нас услышали, чтобы достучаться. Но попытки вычистить мусоропровод своими силами все равно не помогают отбиваться от крыс. Они прибегают сюда из других подъездов. Сдерживать их натиск помогает местная кошка. Главное по дому, по санитарным, наш санитарный контроль, который осуществляет, вылов всех грызунов. Получается, вот как раз таки благодаря ему у вас нет такой явной открытий. Да, да, мы ее все дружно подкармливаем. Оплата, как говорится, обязательная. Выплачиваем, не задерживаем. На фоне новых бед жители дома номер 240 по проспекту генерала Острякова вспоминают и старые. В надежде, что когда на их крик о помощи в борьбе с грызунами ответят, вспомнят и про столь необходимое благоустройство. Вопросов накопилось немало. Все время мы боремся сейчас с ковидом этим. Почему у нас не делается никакой дезинфекции? Подъезды не дезинфицируют. Раньше вначале ходили, хоть опрыскивали что-то. Считают. Вообще, самая плохая, это, по-моему, наша управляющая компания. Но вообще, чем не обратишься, ничего нам почти не выполняют. Почтовые ящики нам не меняли, мы уже написали. Ничего не делается. На той стороне дорогу сделали, придомовую эту самую, нам не делают. Совсем другую картину описывают в управляющей компании, обществе с ограниченной ответственностью УК. Телеканалу НТС удалось связаться с ее генеральным директором Ильей Полтавским, который рассказал о планах по уборке данного двора. Значит, там не критическая ситуация. Там раз в два дня убирает дворник, и, соответственно, сегодня там будет уборка. А что касается мусоропровода, там тоже сегодня уберут его полностью? Конечно. Там раз в два дня дворник убирается. То есть, вот этот мусор, накопившийся в мусоропроводе, это свежий мусор после очередной уборки? За два дня накопившийся? Да. Сообщил Илья Полтавский о ежемесячной диротизации, которую проводят в многоквартирных домах. Назвать точную дату, когда будет проходить очередная процедура и кто ее будет выполнять, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью УК не смог, но пообещал уточнить это в начале рабочей недели. Кирилл Попов, Александр Устич, Севенформбюро. Провести дондрологическое обследование и подеревную съемку зеленых насаждений на территории школы водолазов. Такое обращение депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов направил губернатор города Михаилу Развожаеву. Он отметил, что за последнее время в Белокаменном было несколько резонансных вырубок деревьев, которые вызвали в основном негативную реакцию со стороны местных жителей. Очередной болевой точкой может стать территория, на которой в скором времени может появиться музей христианства в Новом Херсонесе. При том, что на этом участке сейчас располагаются более двух тысяч деревьев. Очень важно, чтобы было пройдено дендрологическое обследование этой территории, чтобы были нанесены на карту координаты тех деревьев, которые там растут, чтобы был установлен их породный состав, возрастной состав и указан состояние этих деревьев. Потому что без такой информации принимать точное решение о том, где, что и как можно строить на территории учебного центра, на территории школы водолазов, с младшим зрением нельзя. Вячеслав Горелов в письме обращает внимание, что, цитата, «пренебрежительное отношение к одной из важнейших севастопольских традиций, стремлению озеленения приморского города, способно подорвать авторитет государственной власти Севастополя. А потому исполнение поручения президента, создание историка археологического парка обязано стать результатом согласия общества и власти». Конец цитаты. «Очень важно, чтобы как можно скорее был принят закон об охране зеленых насаждений, потому что он устанавливает ту необходимую законодательную базу, которая важна для проведения соответствующих исследований на этой территории. Я очень надеюсь, что нашим коллегам из Севприроднадзора будет дано необходимое разрешение для того, чтобы эту работу выполнить, для того, чтобы общественный совет из Севприроднадзора смогли зайти на территорию учебного центра и выполнить все необходимые действия, связанные с охраной зеленых насаждений». Работа по реализации федеральной целевой программы на Максимовой даче оказалась на долгое время парализована из-за отсутствия вменяемой координации между профильными департаментами правительства Севастополя. К такому выводу пришла проправнучка Алексея Максимова, один из инициаторов и активный участник благоустройства и музеификации одного из главных памятных мест Севастополя Екатерина Морозова. «Обратившись и в ведомство господина Жукалова, поскольку он как раз оглашал это известие, там меня адресовали в департамент капитального строительства. Опять вот это началась чехарда. Я туда написала, они даже переправили, прислали мне письмо о перенаправлении моего обращения. Департамент капитального строительства мне пишет, что они вообще никакого отношения к этому не имеют. Мне помялись в ответ и сказали, что ДИЗО. Тогда я уже стала сама звонить в ДИЗО. Прозвонив три или четыре адресата, я наконец нашла того человека, который занимается изъятием земли в пользу государства. Есть такая специализация в этом ведомстве. Но этот человек мне сказал, что на настоящий момент, это было недели две назад, к нему никаких документов не поступало». До сих пор неясен Екатерине Морозовой факт внезапно обнаруженного частного дома. на участке, проектировавшимся под федеральную целевую программу. Теперь реализация ФЦП по самым оптимистичным прогнозам должна завершиться только к 2025 году. А ФЦП ведь это не просто так, деньги свалившиеся на голову. Это достаточно серьезная ответственность. Я знаю, что если ФЦП не выполняется, город ведь платит штрафы достаточно серьезные. Мало того, что из-за вдруг, опять же, повторюсь, появившейся этой земли, был разорван контракт на 50 миллионов гуаром. То есть фактически выброшены эти деньги на ветер. Сейчас будет новый подрядчик. А теперь еще будет, значит, город платить штрафы за то, что ФЦП не работает. И никто, вот на настоящий момент, вот я вот ответственно говорю, что я прозвонила всех людей, которые должны отвечать за этот вопрос. Никто не дал мне положительного ответа, кто конкретно сейчас занимается изъятием земли 27 соток и строением на ней. Полную версию беседы с Екатериной Морозовой смотрите в эфире телеканала НТС в программе «Актуальное интервью». В минувшее воскресенье в зоэкопарке «Лукоморье» прошла ставшая традиционная акция по сбору опасных отходов у населения. Она проводится севприроднодзором совместно с компанией «Ртутная безопасность». Среди отходов с химическим составом и другими свойствами, способными нанести вред окружающей среде и здоровью человека, использованы батарейки, лампы, ртутные градусники, пластик, старая оргтехника. Все это неравнодушные жители Севастополя, вопреки воскресной непогоде, сдают для отправки на переработку. В качестве поощрения получают специально приготовленные севприроднодзором сувениры. Такие мероприятия мы стараемся проводить ежеквартально в разных районах города, чтобы охватить как можно больше людей. Потому что кому-то удобно приезжать, кому-то не очень удобно приезжать. Поэтому мы стараемся находить вот такие массовые места, где людям удобно прийти, погулять, посмотреть на что-то и заодно сдать нам батарейки или другие опасные отходы. Севастопольский детский экологический парк Лукоморье далеко не в первый раз откликается на просьбу Севприроднодзора провести акцию на своей территории. Мероприятие широко анонсируется в социальных сетях и, по словам директора экопарка Николая Помогалова, с каждым разом привлекает все больше жителей Севастополя, которые в общей сложности в течение одной акции сдают порядка 300 килограммов вредного мусора. При этом на территории Лукоморья сбор батареек для дальнейшей утилизации проходит круглогодично. Я вам скажу, тенденция идет на то, чтобы уже все меньше и меньше активность жителей и образованность в плане экологической безопасности уже растет, поэтому у нас уже слово приучить, я думаю, неуместно, потому что люди сами уже самообразовываются и, слава богу, все идет хорошо. Ну, может быть, не так быстро, как бы хотелось, но я вам скажу, ответственных людей в Севастополе, да и вообще во всем мире становится все больше и больше. После сортировки безопасная утилизация вредоносных отходов проходит в специализированных цехах переработки. Такие отходы сначала собираются здесь у нас, потом отвозятся на сортировочную базу и после этого уже попадают непосредственно в цех переработки. Все мощности находятся на материковой части нашей страны, туда отвозятся различные виды, они, как я уже говорила, сортируются и потом, в зависимости от того, какой вид отходов, уже, соответственно, отправляются в переработку определенным образом. Организация «Ртутная безопасность» имеет все необходимые документы для осуществления сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения опасных отходов. Также агентством производится специальная тара для сбора, хранения и транспортирования вредоносного мусора. С 25 октября в нашем городе временно приостанавливают работу паром через Севастопольскую бухту. Как сообщает Департамент транспорта правительства Севастополя, курсирование должно возобновиться 28 октября. Остановка работы на три дня обусловлена техническими причинами. В ведомстве просят севастопольцев учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании маршрутов. Севастопольские компании примут участие во втором национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, на конкурсе Севастополь представит сразу пять брендов. Это мидии, выращиваемые на экоферме в Орловке, варенье, запеченное в печи, что позволяет сохранить полезные свойства фруктов и ягод, чипсы из сезонных плодов. Кроме того, под так называемым зонтичным брендом вина Севастополя наш город представит сразу несколько винодельческих хозяйств и отдельная игристая балаклава завода «Золотая балка». Поддержать своим голосом городских производителей севастопольцы могут на сайте конкурса «Вкусы России». Национальный конкурс призван познакомить граждан с многообразием отечественной продукции и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. По итогу голосования будут определены по три бренда финалиста в восьми номинациях. Народное голосование продлится до 7 ноября. Ну и в завершении выпуска новости из мира спорта. В меньшинстве в кассе Вастополь уступил аутсайдеру крымского чемпионата. Воездной матч девятого тура моряков против Ялтинского рубина запомнится не только сенсационным результатом, но и неоднозначными судейскими решениями. Три четверти встречи севастопольцам пришлось провести в меньшинстве. Уже на 18-й минуте арбитр, обслуживавший всего третью игру в премьер-лиге, показал вторую желтую карточку Матвею Гуйганову за действие, которое не тянет даже на устное предупреждение. Защитник всего лишь схватил мяч после свистка, недоумевая от зафиксированного нарушения правил. При этом даже в десятером севастопольцы действовали уверенно и до перерыва даже успели выйти вперед. Владислав Цоеве активным прессингом вынудил ошибиться оборону ялтинцев и отправил мяч в сетку. Вторая половина встречи началась в том же ключе, но снова свое слово сказал рефери. На 50-й минуте Андрей Ганжелюк ошибочно назначил пенальти за якобы игру рукой в штрафной моряков. При подробном рассмотрении эпизода отчетливо видно, что вице-капитан Севастополя Роман Климентовский заблокировал удар грудью. Споры ни к чему не привели, а Александр Музыка с точки сравнял счет. Пытаясь вернуть себе лидерство в счете, наша команда на исходе часа игры пропустила контратаку. После прострела с фланга мяч все от того же Романа Климентовского оказался в воротах. Оставшееся до финала время севастопольцы провели на чужой половине поля. Увы, отыграться морякам так и не удалось. Зато ялтинцы успели отличиться в третий раз. 3-1. На послематчевой пресс-конференции наставник нашей команды был немногословен. Команду соперника с победой, все остальное без комментариев. Спасибо. Ялтинцы впервые в матчах премьер-лиги смогли обыграть в кассе Вастополь. Ну, отдам, как бы, дань уважения сопернику. Они, видишь, десятером забили нам гол. Видно, пока уровень готовности их позволял двигаться, они создавали нам большие проблемы. Во втором тайме, конечно, все поменялось. Начали играть немножко агрессивно. Выдвинули второго нападающего. Игра вообще пошла немножко по-другому. Начали играть более активно в атаке. Начали скрывать фланги. Агрессивно играть при стандартах. И поэтому забили три мяча. Наша команда осталась на первой строчке, но в спину морякам уже дышит симферопольская ТЭС Катаврия. В следующем туре севастопольцы на домашнем стадионе примут «Бахчисарайский Казалташ». Встреча состоится на главной городской арене 30 октября в 15.00. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный. Плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. нтсдфизтв.ком. Ждите новостей. До встречи. Всего вам доброго. Увидимся вечером. А до тех пор успешного вам начала трудовой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин